Этнопарк Дружбы Народов В рамках этой развлекательной программы вы сможете посетить мини-экскурсии в подворьях, покататься на лошади в повозке, на лыжах, ватрушках и ледянках с горок, встретиться с Бабой Ягой, Иванушкой Дурачком и Василисой Прекрасной. Самым активным предлагают поучаствовать в конкурсе на лучшего снеговика, а также посетить мастер-классы, создать своими руками ловец снов, научиться Урала сибирской росписи или изготовить куклу-столбушку, оберег для дома и его жителей. Древние легенды гласят, что она будет охранять домочадцев от всех невзгод. Начало праздника в 10.00. Уже на следующих выходных всей страной мы будем отмечать День Защитника Отечества. Ведь они есть в каждой семье. Это и дедушки, и братья, и, конечно, любимые папы. В библиотеке имени Надежды Крупской в их честь подготовили литературно-музыкальную программу под названием «Самому любимому и дорогому». 17 февраля музыканты ансамбля «От сердца к сердцу» исполнят народные мотивы, песни военных лет и современные патриотические произведения. Концерт начнется в 15.00. Вход свободный. 18 февраля музей-галерея «Заварка» ждет ребят старше шести лет на экскурсию «Волшебный лес» и «Мастер-класс». В игровой форме юные гости познакомятся с народными мифами и легендами, рассказывающими о волшебных деревьях. Этнограф Ирина Маслова расскажет истории о лешем, царствующем в лесах, и о том, что делали люди, чтобы не заблудиться. В конце экскурсии ребята распишут небольшие деревянные домики традиционными орнаментами. Количество мест на это мероприятие ограничено. Потребуется предварительная запись через группу музея ВКонтакте. Начало в 12.00. В это воскресенье в стенах литературного музея состоится показ спектакля «Тайна старой шарманки» в исполнении артистов одной из детских театральных студий города. Ребята решили пофантазировать и придумали детективный спектакль «Квест» по мотивам приключений Буратино и его друзей. В странице любимой сказки оживут, и герои поведают свои истории спустя много лет после событий. Правда, история одного из них становится причиной расследования. Зрители станут сыщиками, чтобы собрать все улики, пройти непростые испытания и узнать, какие загадки скрывают темные уголки театра «Молния». Показы состоятся в 14.00, в 15.30 и в 17.00. На этом у меня все. Выбирайте, что больше по душе и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова